Будущий мир Цитата эта Роя Амара, экс-президента Института Будущего. Мы склонны переоценивать эффект технологий в краткосрочной перспективе и недооценивать в долгосрочной. Дорогие друзья, я приглашаю сюда Юлию Соловьеву, генерального директора Google Россия. Микрофон, да? Спасибо. Я бы хотела продолжить цитатой, раз уж мы начали с цитат. Моя любимая цитата, сказал Эллен Кей, один из отцов-основателей предметно-объективного программирования. Он сказал, лучший способ предугадывать будущее – это его создавать. Конечно же, хочется начать не с будущего, а немного даже уже с настоящего, которое становится реальностью. Наверное, две самые большие тенденции, которые стали настоящим, это интернет и онлайн-технологии и мобильные платформы. Если еще в 2004 году количество людей онлайн исчислялось миллионами, то теперь в мире более 2 миллиардов людей находится онлайн, и у нас уже более 5 миллиардов мобильных абонентов. И к 2020 году это количество более чем удвоится. При этом, если вы обратите внимание, количество данных и тяжесть данных, которые люди загружают, она будет изменяться в экспоненте, даже не удваивается, не утравится и не удесетеряться. Уже сейчас у многих из нас больше, чем 2 и 3 мобильных устройств. Мы недавно проводили опрос тоже на похожей конференции в зале. Были люди, у которых было с собой 7 мобильных устройств. Планшеты, компьютеры, телефоны. И они не могли с ними расстаться. В среднем, по статистике, человек проверяет свое мобильное устройство около 150 раз в день. И уже сейчас в мире больше смартфонов и мобильных телефонов, чем зубных щеток. Конечно же, это не значит, что люди не чистят зубы. Это просто значит, что у нас много с нами устройств. И они продолжают проникать в нашу жизнь, и мы с ними не можем расстаться. Конечно же, в связи с многоэкранностью меняется поведение людей. Если раньше мы все собирались у телевизора и смотрели одну передачу на всю семью, то теперь достаточно стандартная картинка, когда люди смотрят телевизор, общаются в своем смартфоне и что-то постят через планшет. И вот это изменение поведения людей, оно изменяет и бизнес-модели, и бизнес-технологии, и то, как компании общаются со своими аудиториями. И если раньше нужно было иметь пять разных устройств, по которым ты создавал контент, потребял контент, записывал контент, то сейчас ты, в принципе, только с мобильным телефоном имеешь возможность быть креатором, ты имеешь возможность делиться этим контентом, постить его в Твиттере, оставлять свои видео и комментировать все это в Ютубе, и даже монетизировать. И уже появляется такое понятие, как интернет вещей. Если раньше все-таки вещи, которые обладали доступом в интернет, это были стандартный набор лэптоп, планшет и телефон, то теперь это фактически становятся все потенциальные вещи вокруг нас, которые важны для нас и которые мы используем каждый день. Это могут быть часы, это могут быть датчики для измерения давления, пульса и так далее. Это могут быть, как вы видите здесь, лыжные очки, которые по мере того, как ты спускаешься с горы, предсказывают тебе, как тебе лучше спуститься, показывают тебе на карте, сколько у тебя друзей рядом с тобой все еще катается. И все эти предметы, они уже начинают широко применяться и в кино, и для потребления музыки, и в медицине, и в образовании. И в принципе, если мы раньше говорили о таком понятии, как умный дом, теперь можно ввести понятие умный мир, потому что все эти предметы начинают разговаривать не только с помощью человеческого общения, когда человек нажимает на кнопку, они начинают сами общаться и между собой. Приведу пример. Это одно из последних приобретений Google. Умный датчик, который позволяет человеку с своего смартфона следить за ситуацией в доме, при этом этот термостат привыкает к тому, как человек устанавливает его в зависимости от времени, суток, от тепловых условий, и начинает подстраиваться под его поведенческие характеристики. То есть на каком-то этапе, изучив человеческие потребности, он сам будет программироваться, и не нужно будет твое участие, тебе просто будет комфортно. Еще отдельно хотелось бы поговорить про культуру. Я знаю, что будет следующая панель на эту сессию, в следующей сессии, но для Google это очень интересная тема. Мы в 2011 году запустили проект под названием Art Institute Google. Этот проект вырос из домашней работы сотрудников Google, которые в свои 20% свободного времени решили поэкспериментировать. И сейчас у нас около 40 стран-участников, 260 партнеров по всему миру, более 45 тысяч произведений, более 70 музеев в панорамном виде, street view. И Google оцифровывает не только музеи, но также исторические памятники, предметы искусства. Сейчас это 132 объекта, которые находятся под охраной ЮНЕСКО и при поддержке ЮНЕСКО. И все это, в принципе, не такая мертвая выставка. Люди имеют возможность устраивать свои выставки онлайн. В настоящее время на сайте около 100 выставок, которые курируют с различными кураторами, искусствоведами и просто любителями. Хочу, как пример, рассказать, что еще технологии могут сделать с искусством и как технологии могут приблизить и изменить это искусство для людей. Это картина Криса Афилии, которая была нарисована в 1998 году. На картине изображена женщина, она плачет. Прототипом этой женщины выступила Дориан Лоренс. Это мать Стивена Лоренса, мальчика, который был убит в 1993 году, стал жертвой российского убийства. И он был очень тронут этой историей и нарисовал эту картину. Картина висит в Тейт-Бриттен. И, наверное, те люди, которые ее видели там, очень многие не догадываются, что если эту картину увеличить в сотни раз, то в слезе калаш и лицо этого самого мальчика. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что технологии позволяют нам по-другому взглянуть на искусство и по-другому почувствовать, что же художники хотели нам сказать. Мы можем как на удалении смотреть это все, гуляя по музеям, так и приближать это до расстояния, где видно, как работала кисть. И вот эта технология называется гигапиксель. Она очень часто сейчас применяется гуглом. Очень многие авторы с удовольствием ей пользуются. Другая очень интересная тема – это 3D-изображение различных арт-предметов, не картина, а маски, скульптуры. Когда человек на экране своего компьютера имеет возможность поворачивать с различных ракурсов предмет искусства, в принципе, если вы в музее, понятно, что вам никогда не удастся заглянуть за маску, которая висит на стене. Здесь вы имеете возможность ее приближать до бесконечности и разглядывать так, как вам хочется. И, конечно же, благодаря арт-проекту у людей, которые не имеют возможности посетить Нью-Йорк или Санкт-Петербург и приехать физически во многие музеи мира, появилась возможность погулять, сделать виртуальный тур по многим музеям и насладиться предметами искусства. Кроме того, каждый человек, который придет на арт-проект Гугла, имеет возможность создать свою собственную галерею. Таких галерей уже более 390 тысяч. То есть это люди, которые пишут об искусстве, которые собирают свои коллекции, делятся своими коллекциями. И в сообществе Гугла G+, уже более 5 миллионов пользователей вот этого проекта. Нас это очень радует. Ну и, конечно же, если вы следили за тем, что происходило в Гугл последние 6 месяцев, год, и наблюдали о том, какие покупки Гугл совершал, это уже выходит далеко за предмет интернет-технологии. И, с одной стороны, основателям Гугла очень важно продолжать помогать человечеству решать его проблемы. И это касается и вопросов области медицины, и старения, и диагностики. У Ларри Пейджа есть так называемый тест зубной щетки. Он искренне верит, что надо вкладываться в те проекты, которые меняют жизнь людей к лучшему или как-то ее облегчают, и одновременно они являются предметом ежедневного использования. И многие из тех покупок, которые Гугл делал, они как раз подходят под эту категорию. Приведу несколько примеров. Одно из последних изобретений — это умные контактные линзы, которые позволяют проверить человеческую слезу на уровень глюкозы в крови. Диабет — это очень опасное заболевание. В мире каждый 19-й человек болеет этой болезнью. И очень важно отслеживать уровень глюкозы. Люди в основном до этого времени брали себе кровь из пальца и таким образом проверяли этот уровень. Вот сейчас это можно сделать с помощью контактных линз. Проект «Лун» — это из другой оперы уже. Это ближе к интернету, но тоже достаточно инновационная технология. Незяколько человек с семимильными шагами подгружается в онлайн, есть огромное количество территорий, которые по разным показателям труднодоступности, количество денег в регионе, как во многих странах Африки, пока не имеют возможности быть в онлайн. И современные технологии, и современная сотовая связь оказываются слишком дорогими, например, если плотность населения маленькая, для того, чтобы обеспечить людям доступ в интернет. Проект «Лун» — это воздушные шары, которые имеют антенну, и в сочетании со связью GSM и работой в партнерстве с сотовыми операторами имеют возможность передавать интернет. При этом у человека, который живет в каком-то там труднодоступном участке, будет антенна размером с футбольный мяч, который крепится на крышу. Этот проект запустился в прошлом году, он уже тестировался на фермерах в Новой Зеландии. И хочется верить, что вот такие проекты реально позволят людям иметь доступ ко всей той информации, которую сегодня имеем мы, и нам даже сложно представить, как они живут без этого. Сейчас у меня начнется видео. Следующие два видео о том, как продукты Google могут менять жизнь людей с помощью технологии. Первое видео — это Google Glass. Вы, наверное, многие уже слышали про это или видели в интернете. Это видео рассказ о том, как Google Glass поменяли жизнь одной девушки. Субтитры создавал DimaTorzok devil Glass. И это еще одна фотография. Докумение. Вот последний раз, когда я попробовала пойти в поход, я как раз и попала в аварию. Ну-ка, Google, расскажи мне, Что такое топор для рудки дров? Я, собственно, первый раз выезжаю из дома дальше, чем на пару часов. Собственно, очки Google Glass мне возвращают уверенность в себе. Вот могу уже стать навигатором. Ко мне начинать понемножку. Ну, возвращаться уверенность в себе, которую я потеряла после той аварии. Фотографируем. Очень здорово было поехать с друзьями. Это те люди, которые меня всегда поддерживали. Глаз фотографируй. Здорово было почувствовать вот эту вот независимость, свободу провести время на природе с друзьями и родственниками. Я увлекаюсь фотографией, изучаю право и хочу красиво и интересно жить. И второе видео, которое я бы хотела вам показать, это какую пользу могут принести машинки без водителя. Тоже проект Google, достаточно недавний. В мире более миллиона человек гибнут ежегодно на дорогах в автокатастрофах. И, конечно же, в первую очередь мы верим, что вот такие вот автомобили позволят существенно снизить количество аварий, потому что они умудряются просчитывать огромное количество информации, находящейся вокруг нас, и как движутся другие автомобили вокруг нас, и какой трафик на дорогах, и какое качество дороги. И Google, в принципе, уже делает многие продукты, которые вот это все обсчитывают. То есть задача была просто свести это воедино. И, конечно же, такие автомобили могут помочь людям с ограниченными возможностями жить полноценной жизнью и передвигаться. И вот следующее видео тоже об этом. Выходит человек, вот видите, в таком вот костюме, подходит к Toyota Prius, на которой написано Google, и она оснащена специальными сенсорами. Пассажир его уже ждет в машине. Он садится за руль. Я же ничего не веду. Куда поедет? Стив спокойно кладет руки и не прикасается к рулю, потому что машина едет сама. Вот смотри, я ничего не трогаю. Ни руками, ни ногами. Дальше Prius едет по тихой улице в каком-то спальном районе. Ну, использует там какие-то радары, лазеры для того, чтобы отслеживать ситуацию на дороге. Ну что, заедем, может быть, по тако в даре? Я вот не отказался бы от парочки-тройки тако. На машине, заметьте, написано «Машина с самостоятельным управлением». Машина притормаживает на стоянке. А у кого деньги-то есть? У меня вроде есть с собой. Они подъезжают к окошку-драйв-тру. Как дела? Дальше возвращаются на дорогу. Плавно... Слушайте, я сам обычно так аккуратно-то не вожу. Здесь мы видим сбоку, как мимо нас проезжает Стив. Ну и дальше мы видим, как он приезжает на парковку и идет химчистку. В принципе, есть ощущение, что будущее уже вокруг нас. С другой стороны, когда наступает завтра, оказывается, что есть еще много прекрасных вещей, о которых мы даже не подозревали. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Юлия Соловьева, генеральный директор Google Россия. Спасибо. Ну что ж, будущее уже здесь. Будущее уже среди нас. И действительно, мы все больше и больше привыкаем к тому, что нас окружает не просто умный дом, нас окружает умный мир. И эту тему умного дома, умного мира, нашего будущего продолжает Алексей Дорофеев, вице-президент Samsung Electronics России и глава Samsung Mobile в России. Алексей. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, дорогие друзья. Мне очень приятно, мне очень приятно находиться в такой аудитории, где очень много, не побоюсь этого слова, красивых молодых людей. Не часто приходится выступать. Тем не менее, начнем наш разговор про Samsung Smart Home или умный дом от Samsung. Продолжая выступление Юлия, могу тоже констатировать, что будущее уже наступило в некотором смысле. Почему именно я говорю на эту тему? Потому что вроде бы дом не очень-то связан с мобильными устройствами. На самом деле, центром любого умного дома по определению будет мобильное устройство. Поэтому я считаю, что это моя тема, не только как руководитель мобильного подразделения, но и мне просто интересно, как пользователю, с точки зрения обладателя мобильных устройств и с точки зрения того, как можно работать с умным домом. Мы помним из книг детских в основном, как фантасты рисовали нам будущее. Примерно так. Летающие автомобили, здесь не очень видно, но можно говорить о самодвижущихся тротуарах и прочих-прочих-прочих вещах. И мы всегда задавали себе вопрос, а насколько те вещи, о которых фантасты говорят, реальны. Недавно, буквально несколько дней назад, в одном из изданий был интересный такой обзор. Десять фантастических вещей, которые превратились в реальность. И там брались за основу некоторые фильмы и говорили, что назад в будущее, что там люди делали. Там во второй серии Док использовал нечто похожее на Google Glass. Только в отличие от Google Glass было абсолютно непрозрачно, но тем не менее позволяло ему прекрасно ориентироваться в пространстве и во времени. Но если мы посмотрим на реальность, то на самом деле никаких у нас самодвижущихся тротуаров нет, потому что люди предпочитают самодвижущиеся дорожки, чтобы по ним бегать, а не самодвижущие тротуары. А если представить, что на летающих вот таких машинах летают московские таксисты, то тоже немножко жутковато становится. Поэтому может быть и хорошо, что у нас летающих автомобилей в Москве нет. Тем не менее, если мы посмотрим внутрь умного дома в представлении фантастов, мы увидим там много вещей, которые нам так или иначе знакомы. Почему мы говорим об умном доме? Потому что мы хотим сделать так, чтобы человеку было комфортно. Мы, я имею в виду люди, которые так или иначе связаны с тем, что разрабатывают технологии будущего. И здесь нужно говорить о том, что то, что мы сегодня наблюдаем, появление вот этих вещей, о которых фантасты писали в книгах несколько десятилетий назад, оно скорее связано не с появлением каких-то технологий, а как раз с потребностью человека получить больше комфорта. Потому что, проще говоря, наш ритм жизни поменялся. И сегодня человеку уже мало 24 часов в сутках. Ему хочется все больше и больше времени, потому что у него появляется больше и больше возможностей. Именно поэтому мы работаем над технологией, которая как раз позволяет высвободить это время. Еще одно замечание Юлии, с которым я стопроцентно соглашусь, что будущее уже наступило, и с компанией Samsung я очень горд это заявить. То, о чем я буду сегодня говорить, это не технология будущего, а это реальная технология, которая 2 апреля уже была запущена в Корее и Соединенных Штатах и очень скоро появится в России. Это технология Samsung Smart Home, и я сейчас попробую подробно о ней рассказать. Но начать я хотел бы с разговора об облаках. Облака вы прекрасно все знаете. Это что-то такое, похожее на огромный-огромный-огромный сервер, стоящий где-то на необитаемом острове вдали от катаклизмов. И там хранится очень много-много-много данных. Это типичное представление. Но на самом деле облака бывают не только такого классического вида. Мы в Samsung различаем несколько видов облаков. Вот это классическое облако всем известное, но уже сейчас можно говорить о том, что есть еще домашнее облако. Что такое домашнее облако? Это компьютер, который стоит у вас дома и подключен постоянно к сети, и вы к нему имеете доступ удаленно из любой точки земного шара, где есть интернет. И, например, у Samsung есть другое решение специальное, Samsung HomeSync. Это однотерабайтовый компьютер, можно сказать, на котором можно хранить множество личной информации с доступом до почти 50 устройств. И с его помощью обмениваться этой информацией с родными и близкими, и также связывать различные устройства в единую сеть внутри дома. Это то, что называется домашнее облако. Не многие из вас задумывались, но на самом деле у каждого из вас есть свое собственное облако. Можно даже пошутить, что облако в штанах или в юбке, или в сумочке женской. Это ваш смартфон или ваш планшет, который всегда с вами. И на самом деле это тоже хранилище информации о вас и предмет, к которому вы постоянно обращаетесь. Более 150 раз в день, по статистике упомянутый. Почему я говорю об облаке? Потому что облако, как я сказал ранее, является ядром нашего Samsung Smart Home решения. Теперь поговорим в деталях, что же такое Smart Home от Samsung. Вот вы видите иллюстрацию обычного дома. И вы видите, что на каждом этаже практически есть какие-то устройства, с которыми человек регулярно взаимодействует. Как правило, бесконтактно. Если мы возьмем кондиционер, то с помощью какого-то дистанционного управления или телевизор. Или сейчас появились уже следующее поколение смарт-устройств. Смарт-холодильник, смарт-стиральная машинка. И как только появились соединенные эти устройства, то сразу появилась идея, что как все это соединить в единое целое. И Samsung взял эту задачу на себя и соединил. И причем соединил не просто так, а с помощью специального единого протокола, который позволяет подключать не только самсунговские устройства. То есть разработан унифицированный протокол. В ближайшем будущем появится устройство от производителей других марок, которое тоже можно будет соединять в единую сеть. И вы можете прекрасно управлять всем этим удаленно, где бы вы ни находились. Главное, чтобы вы были соединены с интернетом. Что же такое умный дом от Samsung? Это три основных идеи. Во-первых, это удаленное управление всеми устройствами. Другими словами, у вас появляется замечательный интерфейс, когда вы можете смотреть, что делает ваша стиральная машинка, холодильник и так далее. Какая температура, например, в морозилке. Вы можете сказать, что это не совсем, может быть, вам интересно, но это только начало. И я могу предположить, что, например, классическая ситуация, когда «Ой, я забыл выключить дома утюг», с кем не бывает, вы можете спокойно посмотреть на экран своего смартфона и проверить, выключили ли вы утюг, как только какой-нибудь производитель утюгов начнет создавать Wi-Fi Connected утюги, что называется. У нас был один случай недавно шпионских утюгов, но пока промышленного производства соединенных, подсоединенных утюгов пока у нас нет. Но скоро, я думаю, появится. Вторая очень важная функция – это безопасность, это наблюдение за домом. К этой системе можно подключить одну или несколько видеокамер, и вы можете в любой момент времени, или, например, камеры реагируют на движение, вы можете спокойно наблюдать, чем заняты ваши родственники, няни, дети, собака, например, не грызет ли она какой-нибудь предмет мебели у вас. Или, не дай бог, если у вас кто-то проник в вашу квартиру, вы тоже об этом будете мгновенно знать и будете оповещены. И третья важная функция – это сервис. Эта система позволяет в режиме реального времени понимать, когда нужен сервис на обслуживании вашим помощникам домашним. Например, если в кондиционере нужно сменить фильтр, вы мгновенно об этом узнаете, и будет возможность вызвать мастера, который вам все это сделает. Вот, например, жилая комната, и мы видим не очень хорошую картинку по телевизору, которая вам не нравится, и мы ее меняем на что-нибудь, что больше вам по душе. По-моему, сериал какой-то. Или, например, кухня. То есть на кухне до сих пор мы не очень-то понимали, что там может быть интересного с точки зрения умного дома. Но на сегодняшний день мы уже имеем такие сценарии, как, например, умный холодильник, который анализирует, что у вас находится в нем, и вы можете смело с ним общаться на тему «А почему у нас не хватает молока?» И в этом смысле можно даже предъявлять ему претензии, потому что он должен был сообщить вам, либо вы сами должны были заказать, и некоторые модели холодильников уже сами соединяются с интернет-магазинами и заказывают. В связи с этим возникает вопрос очень хороший, что неплохо бы свои устройства как-то называть, и для того, чтобы их регистрировать в этой сети, чтобы их различать. И у нас даже родилась идея провести некий конкурс на самое интересное имя стиральной машинки, холодильника и так далее. Загляните на нашу страничку в Фейсбуке и с хэштегом Samsung Smart Home можете разместить свои версии, и лучшие имена, лучшие версии мы обязательно поощрим подарками. Дальше мы заглянем в спальню. В спальне у нас, к сожалению, немного вещей, которые могут быть подсоединены к Smart Home. Это кондиционер и, наверное, пылесос, которого не видно вот здесь вот за креслами. У нас есть очень замечательный робот-пылесос, называется Navibot, и он много вещей может делать. Он может, он может, как сказать, помимо того, что он убирает, мы считаем, что это самый лучший робот из всех роботов на Земле, потому что он стопроцентно отвечает законам робототехники и никогда не нанесет вреда своему хозяину, будет себя защищать и так далее. И функция, над которой мы работаем, это то, чтобы как бы научить его закладывать то, что он находит грязной, раскиданной, так сказать, одежду и вещи, как бы он сразу относил стиральную машинку и организовывал нам стирку. Итак, что же нужно сделать, на самом деле, какие практичные шаги для того, чтобы это все у вас заработало? Во-первых, нужно скачать приложение из Samsung App Store или с Google Play. Уже доступно это приложение и для российских пользователей тоже. Что касается устройств, которые работают в этой связке. На сегодняшний день на российском рынке представлено немного устройств, всего лишь три устройства, но мы работаем над тем, чтобы расширить список этих устройств и уже до лета выйдет обновление программного обеспечения для наших Smart TV, которое позволит подключить их к этой системе. И также мы рады говорить о том, что управлять этой системой можно будет не только с экрана смартфона, но и с экрана носимых устройств, которые мы сейчас буквально на днях запускаем. Galaxy Gear Fit и Gear 2. Это первое, что вам нужно сделать. Потом вы регистрируете эти устройства в сети. Не в сети, а в приложении Samsung Smart Home. И после этого вы можете управлять этими устройствами в тех трех апостасях, о которых я ранее говорил. Над чем мы еще работаем с точки зрения развития этой системы? Во-первых, мы работаем над тем, чтобы эта система стала управляемой голосом. Во-вторых, мы работаем над тем, чтобы появилась возможность или дать возможность нашим пользователям подключать какие-то системы не только домашние устройства, но и устройства, которые были упомянуты тоже в других презентациях. Например, устройства, которые контролируют температуру в доме, которые контролируют полив в саду или которые контролируют набор вашей ванны. То есть не исключен такой сценарий, например, когда вы, прогуливаясь зимой по лесу, можете за несколько минут до прихода домой дать команду, даже не знаю кому, крану, наверное, горячему и холодному, чтобы они открылись и набрали вам ванну. И вы, когда придете, вы очень хорошо погреетесь и будете себя очень хорошо чувствовать. Соответственно, мы работаем над тем, чтобы как можно больше технологий было соединено в одно единое целое, даже если эти технологии не стопроцентно принадлежат нашей компании. И, в общем-то, подводя итоги, возвращаясь к началу моей презентации, я бы хотел отметить несколько вещей. Первое, что компания Samsung, с одной стороны, являясь одной из наиболее инновационных компаний на этом рынке, мы стараемся все наши инновации делать предельно прикладными. То есть как можно быстрее превращать их в реальную жизнь, в реальные продукты. Я очень рад, что мне повезло быть частью тех преобразований, про которые говорят, что они представляют из себя будущее, которое уже наступило. И в заключении хотел бы вас поблагодарить за внимание, а также пригласить вас всех завтра в торговый комплекс европейский, где у нас будет большое-большое мероприятие, связанное с запуском продаж, с началом продаж нашего нового флагмана Galaxy S5. Там будет весело, так что все приходите, увидимся. Спасибо большое. Спасибо большое. Алексей Дорофеев, Samsung Electronics Russia. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо.